Приветствую всех, с вами Олег Саламаха и это рубрика Жертва Ферзя Рубрика, в которой мы с вами смотрим различные красивые партии, которые закончились красивой жертвой Ферзя Мы с вами продолжаем смотреть красивые интересные партии с Жертвой Ферзя в испанской партии Как я и сказал, будет 5 выпусков И на очереди у нас третий выпуск и три новых интересных примера Пишите, друзья, в комментариях, когда посмотрите это видео до конца, какая из рассмотренных партий вам понравилась больше всего Итак, первая партия, 1865 год, Германия Белыми играет Иоганн Цукерторт, а черными играет Адольф Андерсон Е4, Е5, конь Ф3, конь С6, слон Б5, конь Е7, С3, Д6, Д4, слон Д7, рокировка, конь Ж6 и белые играют конь Ж5 Иоганн Цукерторт сразу же наскакивает своими фигурами, еще даже толком не развившись Конечно, сейчас в наше время бы любой сыграл слон Е3, подкрепляя пешку на поле Д4 Но конь Ж5, эпоха романтизма И Х6, отвечает Адольф Андерсон Надо сказать, что защита в то время была, конечно же, на достаточно низком уровне Конечно, надо было сыграть просто слон Е7 И на ферзь Х5 уже просто сыграть ЕД Здесь у черных все было бы в порядке Но Х6 не терпится Адольф Андерсону определить положение коня И, как вы понимаете, конь никуда не ушел А жертвует собой на поле Ф7 Конь бьет Ф7 Король бьет Ф7 и слон С4, шах И теперь черные допускают решающую роковую ошибку Вместо правильного хода король Е8 И далее на ферзь Х5 мы атакуем коня на поле Ж6 Ферзь Ф6, Ф4 Получается очень острая позиция Где, опять же, шансы белых, конечно же, явно выше Но черные здесь еще худо-бедно Хоть как-то на соплях, но держались Но после слон С4, шах, был сыгран король Е7 А это уже чудовищная ошибка Последовала ферзь Х5 С нападением на коня на поле Ж6 И выяснилось следующее Что если конь уходит, например, на поле Ф4 То следует просто мат на поле Ф7 Черному королю Если сыграть слон Е8 То следует слон Ж5, шах А, Ж Ферзь бьет Ж5, шах Король Д7 Ферзь Ф5, шах Король Е7 И ферзь Е6 мат Вот такой вот красивый, можно сказать, эпалетный мат Объявляют белые черному королю Поэтому, после Ферзь Х5 Перебрав все варианты в голове Адольф Андерсон играет Ферзь Е8 Но и это также не помогает Сейчас я предлагаю вам поставить видео на паузу И найти красивое решение Белые начинают и выигрывают Ну и так как тема нашего видео Это жертва Ферзя Вы сами понимаете, что Цукертор сыграл Ферзь Ж5, шах Жертвуется Ферзь Взятие его вынужденное И после слон бьет Ж5 на доске Чистый мат двумя белыми слонами Вот так вот быстро и красиво закончилась эта партия А мы с вами набираем обороты и идем дальше 1974 год, Венгрия Белыми играет Ференс Альтио Черными играет Тибор Плюкер Два малоизвестных шахматиста Но партия достаточно симпатичная Е4, Е5 Конь Ф3, конь С6 Слон Б5 И черные применяют гамбит Яниша Играя Ф5 Белые отвечают Д4 Нанося контрудар по центру ФЕ, конь бьет Е5 Конь бьет Е5, ДЕ С6, слон Е2 Ферзь опять шах Слон Д2 И ферзь бьет Е5 Мы видим, что белые применили вариант с жертвой пешки Сейчас у черных просто лишняя пешка И кажется, что ничего страшного с ними не случится Но слон С3 Играют здесь белые Нападая на ферзя на поле Е5 Ферзь Е7 Точнее было сыграть ферзь Ж5 С нападением на пункт на поле Ж2 Но посмотрите, что случилось дальше Итак, ферзь Е7 Слон Х5 шах Тут выяснилось очень неприятное обстоятельство Что приходится уходить королем Ж6 не сыграешь По причине слон бьет Х8 Король Д8 Ферзь Д4 С крайне незаметной угрозой Которую черные просто прошляпили На самый логичный ход Конь Ф6 Как сыграли черные Они вроде бы развивают коня Нападают на слона на поле Х5 И лишняя пешка у них сохраняется Тем более, что пешку на поле Е4 Они дополнительно подкрепляют Но это оказалось чудовищной ошибкой На самом деле Черные могли здесь побороться за победу Точным ходом ферзь Ж5 С нападением на слона на поле Х5 И не пуская слона на поле А5 И одновременно еще черные Нападают на пункт Ж2 И освобождают своему королю Бегство на поле Е7 Тут у черных был бы перевес Согласно мнению нашего железного помощника А именно Стокфиша 12 Но после ферзь Д4 Конь Ф6 играют черные И теперь я предлагаю вам Поставить видео на паузу И рассчитать красивую Симпатичную комбинацию Белые начинают и выигрывают Ну и я продолжаю Белые играют слона на 5 шах И выясняется, что Вновь, как и в предыдущем примере Черные зевнули красивейший мат двумя слонами После Б6 последовала зубодробительная жертва ферзя Ферзь бьет Б6 И после АБ Слон бьет Б6 И это вновь чистый, красивый мат Двумя белыми слонами Вот так вот симпатично закончилась эта партия И мы с вами идем дальше 1987 год Австрия Белыми играет Джон Капен Черными играет Леонид Бас Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон Б5 Конь Ф6 Рокировка Слон С5 На доске испанская партия Берлинская защита Ладья Е1 И черные играют конь Ж4 Сразу же подчеркивает то обстоятельство Что пешка на поле Ф2 у белых слаба Ну и вот здесь вместо правильного хода Ладья Ф1 Или Ладья Е2 Белые не захотели признавать свою ошибку И возвращать ход назад А играют Д4 Нанося вот такой, казалось бы Контрудар Мощный по центру На что рассчитывали белые То, что после взятия Конь бьет Д4 Будет висеть конь на поле Ж4 Но Они просчитались Конь бьет Д4 Конь бьет Д4 И теперь проблема в том, что белые Вернее, черные не забирают коня на поле Д4 А играют ферзь Х4 С нападением на пункт Ф2 И на пункт Х2 Ну вот здесь уже позиция безнадежная Единственный ход спасающий Это был ход слон Е3 Спасающий от мата Но не спасающий, естественно, от поражения Поскольку черные забирают на Х2 Затем объявляют шаг на Х1 Съедают пешку на Ж2 Короче, от королевского фланга Белых здесь остаются рожки да ножки Но после ферзь Х4 было сыграно конь Ф3 Вместо хода слон Е3 Белые нападают на ферзя и защищают пункт Х2 При этом они плюют на пункт Ф2 И совершенно зря это делают Партия закончилась изумительно красиво Комбинацией под названием спертый мат Последовало ферзь бьет Ф2 шаг Король Х1 И ферзь Ж1 шаг Финальный удар, после чего белые сложили оружие Так как и в случае взятия конем И в случае взятия ладьей Неважно Следует спертый мат Конь Ф2 Вот так вот закончилась эта партия И на самом деле это очень распространенная ловушка В которую попадалось достаточно много Даже сильных шахматистов Друзья, сегодня мы с вами посмотрели Очередные три красивейших партии С жертвой ферзя в дебюте Испанская партия Пишите в комментариях, какая партия понравилась вам больше всего Не забывайте ставить лайки, если вам было все понятно и интересно Подписывайтесь на канал Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные выпуски На канале Шахматы Олег Саламаха Я с вами не прощаюсь, поскольку мы в интернете Щелкайте по конечным заставкам Смотрите другие мои видеоролики Увидимся в интернете Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»